Здравствуйте! Сегодня мы проведем дегустацию комнатного мандаринчика. Посмотрите, вот такие вот плодики, вот они. Видите, вот. Этот поменьше и по-плоски, этот чуть покруглее и побольше. Значит, здесь вот даже была вот еще одна ягода пыталась завязаться, видите, остался от нее такой как зависть. Но мандарин сам захотел, сколько будет. И теперь я срезаем его, срезаем только секатором вот. Даже с вот таким вот хвостиком ничего страшного, потому что удалять эти хвостики придется потом все равно. И здесь срежем. Так, аккуратненько ставим листочек, чтобы был, не надо спешить. О! И смотрите, размеры. Ягод. Мы чистим. Запах. Уже идет запах мандарина. Оператор, пожалуйста, повыше снимайте. Не надо снизу снимать. И произведем дегустацию. Сладкий. Сладкий. И эту ягоду попробуем заодно. Почему? Потому что солнце получило. Если он постоянно будет стоять у вас на окне на западном, то солнце мало получит. Но если где-то на восточном, на юго-восточном. Вот это вот, даже отличается по вкусу. Бесподобный. Сорт этот, ковано-васса. Вот она. Покажите, пожалуйста, стволик. Вот, смотрите, стволик. Это трифолиата. Привита. Была привита почка. Посмотрите, я уже один срез, второй срез делаю. Формирую веточки. Стволик можете для сравнения сделать. Вот для сравнения спичный коробок. Диаметр где-то 18 миллиметров уже. Да, теперь можно уже формировать его, подвязывать. И может даже сделать пересадку. Пока он не зацвел. Потому что во время цветения нельзя пересаживать его. Нельзя никакие действия делать. Когда цветет, только полив. И полив, причем надо чуть увеличить полив. Если не хватит влажности, цветы мандаринчик сбросит сам. Спасибо, что смотрите. Пока. До новых встреч.